Иван Калисников появился на свет в Москве 18 марта 1983 года в творческой семье, где мама была художницей, а папа известным актером. Мама Вани, Мария Великанова, не только рисует, но и прекрасно шьет. В 90-е годы это ее умение отлично пополняло семейный бюджет. Мария изшила дубленки, а из оставшихся лоскутов конструировала необычные картины, имевшие большой спрос. Сегодня Великанова известный в столице модельер. Вместе с подругой она выпустила свою линию стильной одежды. Довольно известен и папа Сергей Калисников. Кроме того, что он снялся во множестве фильмов и сыграл несчетное количество ролей в театре, Калисников старший прекрасный ведущий. Многие любят и смотрят передачу с его участием под названием «Фазенда». Отец Сергея и дедушка Вани долгое время работал архитектором. По его стопам пошел старший брат Ивана Александр. В детстве Ваня, выросший за кулисами отцовского театра, уже точно знал, кем будет. Когда в тесную квартирку на Белорусской приходили гости, Ваня становился главным человеком, который их развлекал. Видя такие наклонности сына, мама отвела его в одну из детских театральных студий. Иван с удовольствием ее посещал, пока не переключился на другой объект. В том же помещении, что и студия, он обнаружил тир. С тех пор мальчик приходил уже сюда, забросив занятия. Следующим увлечением биографии Ивана стали лошади. Конным спортом парень занимался ровно до тех пор, пока не упал с коня, причем в навоз. Ваня снова переключился, начав с удовольствием ходить в кружок туризма. А еще юный артист начал появляться на экране, причем в самом раннем возрасте. Дебютной ролью мальчика становится работа пиралаши. С нее и начинается творческая биография Ивана Колесникова. По окончании школы парень становится студентом Щукинского училища. Он поступает с первого раза. Комиссия зачисляет талантливого абитуриента уже после второго тура. На втором курсе Иван уже вовсю играет на сцене в театр имени Чехова. Его пригласили в постановку «Вечность и еще один год». Спектакль имел большой успех у театралов. И Колесников играл в нем до конца своего обучения в Щуки. После завершения учебы Ивана забрали в армию. Он отслужил свой срок в труппе Театра Российской Армии, сыграв в нескольких спектаклях. После завершения службы Колесников был зачислен в Театр Моссовета. Наиболее известными работами на этой сцене стали его роли в постановках «Ошибка одной ночи» и «Серанода Бержерак». Как известно, в качестве актера Иван смог себя почувствовать очень рано. В 8 лет он появился в «Веролаж», чуть позже в небольших ролях в нескольких сериалах и спектаклях. Во время обучения в Щукинском студент снимался уже часто и много. Наиболее заметной работой тех лет становится его роль в популярном сериале «Бедная Настя». В 2008 году телезрители, особенно любительницы сериальных мелодрам, с удовольствием смотрели ленту «Опручальное кольцо», где актер сыграл Малахитова. Мелодрама тянула 4 года и была довольно популярной. Ивана можно считать больше сериальным актером, так как именно в многосерийных лентах он появляется чаще всего. Из полнометражных художественных фильмов можно выделить фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Иван Колесников не относится к категории бабников и дамских угодников. С юных лет он мечтал о том, что встретит хорошую девушку и проживет с ней до глубокой старости. Похоже, его слова были услышаны в небесной канцелярии. На втором курсе училища имени Щепкина Ваня познакомился с очаровательной девушкой, которая младше его на год. Ее зовут Лина Ромаускайте. С первых минут общения между ними возникла взаимная симпатия. Спустя месяц со дня знакомства наш герой сделал возлюбленные предложения. Лина ответила согласием. Через три месяца пара сыграла свадьбу. Родители Ивана приняли выбор сына. Отцу и матери Лины тоже понравился молодой зять. Молодоженам пришлось нелегко. Они решили стать самостоятельными и независимыми от родителей. Иван и Лина сняли отдельную квартиру. Вместе обустраивали быт. В их отношениях царили любовь и взаимопонимание. А вот финансы молодой семьи пели романсом. Чтобы оплачивать съемное жилье, покупку еды, одежды и прочих товаров, им приходилось подрабатывать в свободное от учебы время. За этот период Иван успел освоить профессии барменом и официантом. Был момент, когда супруги ненадолго расставались, чтобы друг от друга отдохнуть. От этого их чувства не угасли, а разгорелись с новой силой. Плодом их большой любви стало появление общей дочери в 2006 году. Родители выбрали для малышки прекрасное, но редкое в наши дни русское имя Авдотия. Дома девочку зовут Дуней. Жена Ивана, как и он, успешно окончила щепку. Она могла бы связать свою судьбу с киноискусством, но девушка посчитала, что одного актера в семье вполне достаточно. Лина Колесникова нашла себя в другой сфере. Вот уже несколько лет она работает художником по костюму.